В историко-культурном центре города Видное состоялся круглый стол «Здоровые сердца Подмосковья». Он прошел в рамках проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия». Речь шла о сохранении здоровья жителей Ленинского района и о способах предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Подробности у Юлии Пагасьян. По статистике смертность о сердечно-сосудистых заболеваниях в России составляет 56%. В Подмосковье этот показатель еще выше. Стрессы, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание и, главное, несвоевременное обращение к специалистам – все это отражается на здоровье нации. В 2012 году Московская область вступила в программу, в рамках которой к 2018 году в регионе планируется построить семь сосудистых центров. На данный момент самая простая и доступная каждому гражданину форма борьбы с этим страшным заболеванием – прохождение диспансеризации в своей поликлинике раз в три года. Ведь зачем допускать критическую ситуацию, если можно самому предотвратить болезнь? Сердце – это доступная роскошь. Это каждый может себе позволить быть здоровым. Только для этого надо вести здоровый образ жизни. Для этого надо исключить вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем. Ну, одним из самых всего того, что человека гробит. Здоровые сердца Подмосковья является исключительно партийным проектом. Но так как эта тема очень важна, администрация Ленинского района активно включилась в её реализацию. Важнейшей задачей на сегодняшний день является информирование жителей о значимости болезни. Поэтому большое внимание уделяется просветительской деятельности о возникновении, диагностике, лечении и предупреждении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Мы будем эти общения продолжать. Мы более широким форматом, даже с приглашением жителей района будем обсуждать все эти темы. А администрация, в свою очередь, предпринимает все усилия для повышения качества диагностики и лечения сосудистых сердечных заболеваний в районе. На данный момент в кардиологическом отделении Видновской клинической больницы уже появились новейшие лекарственные средства, которые позволяют в первые часы заболевания, когда ещё можно исправить ситуацию, помогать пациентам. Появились отличные препараты, которые помогают вводить их в кровь пациента и добиваться практически полного растворения тромба, который сформировался в процессе первых часов заболевания. Не пренебрегайте своим здоровьем, ведь молодость не вечно, и лучше сейчас упредить возможные заболевания. Будьте здоровы!